здравствуйте всех приветствую на канале еда за минуту сегодня будем жарить скумбрию я взяла на рынке на рыбном рынке один килограмм 200 грамм скумбрию получилось три такие большие штучки теперь почистила разделила на две части затем необходимо срезать плавники после того как мы срезаем плавники кстати когда жаришь рыбу чтобы по сто раз все не перемывать все вы можете держать и разделочную доску и саму рыбу все держать в полиэтиленовых мыши мешочках чтоб не было запаха на столе или на другой посуде вот вымытую рыбу поделена на две части убираем вот эти плавнички и все равно даже если вы помыли остается такая вот как бы синие можно так назвать не слизь вот такая знаете тягучая как пеленочка пленочка такая вот такую пленку синюю можно еще и острием ножа вот так вот до убирать после чего необходимо нам подготовить саму муку в муке рыбу обычно обваливают для чего для того чтобы она покрылась такой золотистой красной корочкой опять же я на посуду одеваю полиэтиленовый мешок туда ложу муку затем соль вот соль прям можно целую горсть положить кому как нравится муку перемешиваем солью затем начинаем рыбу прям так вы знаете хорошо плотненько так прям купать в муке это делается для того чтобы у нас получилось при зажарке золотистая корочка самое интересное что когда вы рассматриваете скумбрию вот она на ней вот на спине у нее такие вот знаете красивые узоры самое интересное что эти узоры не повторяются какие отпечатки пальцев рука на руках у людей то есть они индивидуальные каждой разнообразные вот то что я заметила когда жарила скумбрию каждый раз для меня удивительно вот такие вот есть природные чудеса вот хорошенько надо валять в муке есть соль это не забывайте иначе у вас рыба будет совершенно безвкусная соль добавляется на ваше усмотрение можно положить горсть можно две горсти а можно щепотку масло разогреваем на сковородке затем именно внутренней стороной ложным жарится почему внутренней стороной потому что если вы положите на спинку на спинке есть корочка не корочка а шкурка которая будет выгибаться как и ваша рыбка будет вставать на мостик вам этого не нужно поэтому а сейчас чтобы ваша корочка была еще и хрустящей мы поливаем кипящим маслом получается красота вот только что я вам говорила про эти узоры видите просто красотища переворачиваем вот мы снимаем опять же снимаем на тарелку глубокую она обернута пищевой пленкой наша рыбка хрустящие вкусненькая такая аромат конечно именно жареные рыбы опять же показываю что мы на нашу спинку начинаем заливать кипящее масло переворачиваем как вы поняли изначально мы ложим внутренней стороной только после того как она зажарилась изнутри мы переворачиваем на спинку вот если вам показалось что рыбка не особо румяная тогда вы можете еще раз ее перевернуть вот она наша рыбка начинаем поливать ее кипящим маслом затем переворачиваем на спинку получается такая вкуснота не забывайте что именно в рыбке очень много все возможных аминокислот и элементов теперь в остатке масла вы можете прожарить именно репчатый лук нарезанный кольцами приятного аппетита приглашаю вас к столу не забывайте заходить подписаться на канал еда за минуту огромное спасибо за ваши лайки за ваши просмотры я надеюсь на дальнейшее наше сотрудничество спасибо за просмотр!